друзья всем привет известная оппозиционная журналистка сделала заявление котула всколыхнула весь кремль мне 52 года и почти 30 из них я занимаюсь журналистикой меня неоднократно увольняли а каналы на которых я работала закрывали потому что мы всегда были в оппозиции к власти мы не боялись рассказывать о том о чем другие средства массовой информации стыдливо молчали мы честно выполняли свою работу понимая чем это нам грозит мария лондон не раз подвергалась преследованиям и могла лишиться жизни из-за своей работы но лишь благодаря своей известности она с трудом и упорством продолжает свою деятельность и как всегда критикуют власть возможно кто-то помнит новости 4 канала нтн мы не давали спуску чиновникам и всегда стояли на стороне обиженных и обездуренных горожан я была главным редактором службы информации нтн 4 ведущей новостей автором программы точка зрения более десяти лет кто-то знает чем я занималась последние годы это остро социальные программы кстати о погоде и картина маслом много лет я каждый день была готова к тому что за мной придут не пришли видимо именно благодаря огромному количеству подписчиков на нашем канале в ютюбе журналистка создала свою коалицию и готова бороться с властью за свободу и правду а как иначе если говорить о сегодняшних днях то 20 лет правления владимира владимировича в союзе с партией единой россии показали что вся их совместная деятельность направлена не на развитие страны не на улучшение условий жизни граждан россии она повышение роста благосостояния элиты нашей страны повышение благосостояния ближайшего окружения стоящих у власти за счет продажи за границу природных ресурсов за счет коррупции и распила бюджета за счет искусственного разгона инфляции за счет обесценивания национальной валюты за счет тендеров которые выигрывают не те кто делает дешево а напротив те кто дороже те кто надо тот и выигрывает за счет отжатия у небогатого населения страны денег в разворовываемый бюджет страны путем тройных налогов и предпринимателей посредством отнятия денег у всех слоев населения через ндс путем разрабатывания бюджета через назначение космических зарплат руководителем государственных монополий через уход государственных компаний от налогов посредством их регистрации в офшорах всего безобразия которое творят сегодняшние руководители страны и посредством чего они повышают собственное благосостояние не опишешь друзья если вам не безразлично будущее нашей страны попрошу вас написать пару комментариев